Пушкин – человек, не нуждающийся в представлении, создатель литературного русского языка, тонко чувствующий мыслитель, раскрывавший загадки русской души в поэтической форме. Именно таким мы запомнили Пушкина еще со школьных времен. Имя Александра Сергеевича давно стало известным и популярным не только в России, но и за ее пределами, в том числе и в Абхазии. В абхазской литературе имя Пушкина высечено золотыми буквами, а его произведения были переведены на абхазский язык Багратом Шинкуба, Владимиром Ценария, Мушнила Сурия. Несмотря на то, что поэта нет в живых уже 200 лет, интерес к его творчеству не угасает. Традиционно в день рождения Пушкина к памятнику великому русскому поэту возложили цветы почитатели его творчества, учащиеся столичных школ. В мероприятии принял участие посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Он выразил благодарность участникам мероприятия, а именно школьникам и учителям, за время, которое не уделяют сохранению русского языка. Однако при этом очень важно изучать в первую очередь абхазский язык, добавил посол. Пользуясь случаем, Алексей Двинянин зачитал восьмистишие Пушкина. О чем прозаик ты хлопочешь? Давай мне мысль, какую хочешь. Ее с конца я завострю, летучий риф мою оперю. Взложу на тетиву тугую, послушный лук согну в дугу. А там пошлю на удалую, и горе нашему врагу. Алексей Двинянин подарил второй столичной школе имени Пушкина книги, посвященные писателю. И для вас лично, и для пользования учеников книги, посвященные творчеству Александра Сергеевича. Спасибо. После официальной части мероприятие продолжилось во второй школе. Ученики первого и пятого классов подготовили представление по мотивам произведений поэта. На сцене поэзия Пушкина оживает, персонажи будто сходятся страниц. Ученик первого класса Давида Ардзенба играл царевича Елисея, яркого персонажа сказки Пушкина о мертвой царевне и о семи богатырях. Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок, ты встаешь во тьме глубокой, круглолицей, светловокий. Несмотря на свой юный возраст, Давид хорошо знаком с творчеством поэта. Когда он узнал, что будет играть главную роль в одной из ведущих сказок Пушкина, конечно же, обрадовался. Великий русский поэт. Он написал сказки. А есть какая-нибудь твоя любимая сказка? Сказка о золотой рыбке. У тебя сегодня вот какая роль? Ты такой красивый стоишь. Королевич Елисей. А что ты, вот, как ты играл на сцене? Что ты там рассказывал? Я там рассказывал стихи. Свет на солнышко, ты ходишь, Круглый год по небу сводишь, Зиму с теплой весной, Всех нас видишь под собой. А роль солнышка в сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях Сыграла такая же яркая девочка Динара Магомедова. Я знаю, что у него 6 июня был день рождения. И он писал прекрасные сказки для детей. Дети также подготовили представления по отрывкам из произведений «Сказка о попе и работнике его балде», «У лукоморья дуб зелёный» и по знаменитой пьесе «Моцарт и Сальери». «Из Моцарта, ну что тут?» «Из Моцарта, ну что тут?» «Из Моцарта, ну что тут?» «Довольно!» «И ты смеяться можешь?» «Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеёшься?» «Нет, мне не смешно, Когда маляр негодный Мне пачкает мадонну Рафаэля. Мне не смешно, Когда фигляр презренный Пародией бесчестит Олег Ери». В 2022 году Исполнится 80 лет со дня присвоения Сухомской школе номер 2 Имени Александра Пушкина И к этой дате в школе планируются Масштабные мероприятия Сария Кварацхеля, Алексей Агухава Абхазское телевидение